всем большой привет с вами Вика это видео ответы на ваши вопросы накопилось достаточно большое количество вопросов и наконец-то я буду снимать видео ответы на них так сразу хочу поблагодарить вас потому что когда я начинаю читать вопросы я вначале вижу всегда какой-то комплимент спасибо большое очень приятно но я вот именно вы должны приступать к самому вопросам а Таня спрашивает можешь на кулинарную тему снять что-нибудь еще обязательно будут и будет еще очень много видео на кулинарную тему следующий вопрос от Наташи самое любимое место в Питере город твоими глазами заранее спасибо я кстати подготовила себе чай тоже вам советую если вы планируете я надеюсь планируете досмотреть видео до конца и так я живу в Санкт-Петербурге как вы знаете город невероятно красивый и я стала замечать что последнее время моим самым любимым местом является Троицкий мост очень люблю по нему прогуливаться или проезжать и всегда даже когда проезжаю немножко замедляю ход потому что невероятно красивые виды очень многие достопримечательности как на ладони а в солнечную погоду впечатления совершенно одни в пасмурной другие в ночное время это совершенно третье эмоции потому что все достопримечательности подсвечены безумно красивая и если вы планируете приехать в Санкт-Петербург я советую проложить свой маршрут как-то именно через Троицкий мост дальше а века не подскажите на какую камеру вы снимаете спасибо я уже сменила множество камер и зеркальные фотоаппараты и видеокамеры и вам скажу что камеры тут не главное по мне главное это освещение все же я лично борюсь с освещением пытаюсь как-то совершенствовать освещение в первую очередь последние несколько видео я сняла на такой вот объектив от sony он необычный он подсоединяется к айфону или айпэду через вайфай и качество съемки с помощью айфона и айпэда понятное дело улучшается отличный такой объектив именно мне кажется для влогов в первую очередь он такой увесистый именно такой профессиональный не такой вот маленький как у меня есть объектив который я вам уже показывал а это именно другой на большой профессиональный через вайфай подключается вот даже держу его сейчас чувствую что он прям как профессиональный объектив в общем подарили этот объектив моему мужу на день рождения кто-то из друзей кто-то я знаю кто вот и я удачно конфисковала в общем этот объектив так что все довольны так дальше а маргарита спрашивает расскажи как ты познакомилась с мужем и да я тоже за рецепты так вкусно показываешь и рассказываешь вот мерита написала что маффины по моему рецепту готовила супер получилось мне я очень рада а по поводу того как я познакомилась с академии похвастаюсь я получала второе образование муж даже третье и мы там с ним познакомились мы там с ним начали общаться начали дружить начали встречаться в общем да следующий вопрос вот такой комплимент приятный интересно было бы посмотреть на хранение косметики было недавно это видео а а также какое у тебя образование и как ты училась школе и в общем не важно ответить что на мой комментарий или нет я я буду рада ответом на любые вопросы и буду рада посмотреть любое твое видео очень приятно что так люди относятся понимают что может быть у меня не будет времени ответить и так с пониманием да а по поводу в школе я хорошо училась у меня медаль серебряная я все время уделяла учебе я особо нигде знаете не гуляла не тусовалась я реально приходила из школы и сидела весь вечер за уроками мы встречались часто с моей однокласснице с моей подругой иногда прогуливались тоже постоянно обсуждали домашнюю работу уроки в общем я действительно училась и кстати этому очень рада что не тратила время зря следующий вопрос от юли почему ты назвала свою доченьку именно миросичкой имя это выбрал мой муж мне она тоже очень понравилась и кстати если вы заметили то мы называем дочку именно мирося а не мирося как я заметил что многие называют ведь я зовут мирослава соответственно мирося не мируслава ее зовут но это я так рассуждаю хотя я знаю что среди моих подписчиц есть мирослава среди их дочек и наверняка многие называют мирося и даже я знаю что куда бы мы с мирося не пришли все равно все говорят мирося мирося поэтому в принципе надо к этому спокойно относиться но просто дома по крайней мере мы называем ее мирося и века пожалуйста ответь как называется твоя коляска где-то ее приобрела коляска называется стокки шведская фирма модель крузи покупал ее мой муж пока я была в роддоме я очень рада что он выбрал именно ее приобретал он ее в магазине пом который по моему называется лапси и у лапси есть сайт лапси рум можно заказать именно в интернете следующий вопрос таня спрашивает верни сначала пишет люблю твои обычные влоги я думаю это новая тенденция на youtube многие хотят больше искреннести естественности хотела спросить у тебя про фирму твоей колясочки колясочки шелковисты шоколадного цвета который трансформируется еще видела красную другую они вроде 1 от одного производителя напиши пожалуйста на необыкновенная вещичка хорошего дня так и тебе-то они хорошего дня и все вы смотрящим хорошего дня а по поводу коляски хочу разъяснить сразу ситуацию это даже жаркие споры были в инстаграме по поводу того что это за коляска в общем как я говорила у меня есть вот эта коляска стоки крузи на которой есть блок лежачий из которого мы уже выросли и блок сидячий тоже красного цвета в котором как раз таки мы сейчас и гуляем а также у стоки есть автокресло которое тоже подсоединяется на это же шоссе от коляски но мироси уже из него выросла где-то мы пользовались им наверное месяца 4 наверное вы думали что это какая-то другая коляска на самом деле это просто тоже шоссе от коляски но просто уже сверху не блоки стандартные большие вот эти вот а автокресло сразу фотографии вставлю кстати чтобы вам понятнее было дальше оленька спрашивает викуль расскажи пожалуйста изменились ли ваши отношения с мужем после рождения дочи хватает ли времени хватает ли у вас времени на уединение так да кстати такой вопрос да касается наверное этих тем а после родовой депрессии так далее честно говоря просто раньше мы с мужем были везде как-то так ну вдвоем понятное дело вместе проводили время теперь мы втроем и везде куда-то ходим то есть сразу после того как мы выписались из роддома я помню в первый же день пошли гулять пошли зашли в разные магазины заходили в разные магазины что-то покупали то есть мы также ведем активный образ жизни просто вместе с миросей мы постоянно ездим куда-то в рестораны с миросей а если нам нужно совершить какие-то покупки для дома то мы берем с собой мироси если что-то из одежды то тоже можно взять с собой мироси то есть нет такого что знаете я сижу дома с ребенком а муж отдельно где-то нет у нас как-то все все вместе ну смотрите кому как удобно я рассказываю как это у нас семья в общем устроена у кого-то может быть по-другому главное чтобы вам было комфортно так следующий вопрос ну а по поводу кстати времени конечно все изменилось теперь уже нет вот такого как раньше там можно было вместе посмотреть кино там не знаю сейчас мы конечно немножко зависим уже от графика мироси так видео тоже для меня кстати проблема снимать викусь в час мироси кстати спит поэтому снимаю викусь а мне как молодой маме интересен ваш с мироси распорядок обычного дня когда вы едете в гости например но интересно какие основные трудности возникают у тебя с миросей и так я недавно подумала о том что мне достаточно сложно снимать видео дома потому что как я уже говорила в каком-то из влогов пока выставишь свет пока подготовишься и мироси может проснуться и очень обидно получается поэтому я думаю что мне как-то наверное удобнее снимать видео в формате влогов наверное я в скором времени перейду именно такой формат и буду показывать именно чем с мироси занимаемся куда ездим как проводим время и вам станет понятно ну а так в принципе я уже подстроилась под график мироси подстроилась под ее сон то есть у меня есть два где-то два часа свободного времени стабильно в день пока она спит но если я с не каш не гуляю потому что получается что это же время ей посвящено следующий вопрос очень интересно узнать о твоем питании расскажи пожалуйста я на самом деле очень рада что этот вопрос тут мелькнул потому что он часто задаваем и не удивительно что и тут он есть в общем а я слежу за своим питанием отношусь к этому очень ответственно и я сразу скажу что я безумно предрасположена к полноте у меня даже бывает такое чувство что если я просто съем не знаю салат какой-то овощной из-за этого я даже могу поправиться то есть все это настолько сложное поэтому делиться каким-то своим опытом делиться именно своими предпочтениями в питании все-таки не считая нужным потому что кто-то может перевести все это на себя а все-таки мне кажется это достаточно индивидуально поэтому как-то не решусь я на себя в общем такую ответственность брать но так я был такой период я даже как-то походила на 12 килограмм то есть представляете да вот как как вообще у меня ответ плавает так мне бы хотелось узнать про учебу в университете где училась когда на кого и нравилось ли это все и это вся информация есть в видео которое снимал наверное год назад первое мое видео обо мне посмотрите пожалуйста то есть там все названия есть учебных заведений следующий вопрос от инны веку ли а почему ты мировочку водишь возишь на заднем сиденье ведь разрешено и спереди головой к стеклу инна насколько я знаю может быть я ошибаюсь в общем в нашей стране это запрещено во первых во вторых это не так безопасно и в третьих не элементарно ну не то что запрещает но мой муж и в общем против того чтобы я так подвергала ребенком ребенка риску и возила впереди так ну я сама не хочу подвергать риску так дальше анна а планируешь ли возвращаться на работу понятно что не сейчас но в будущем аня вообще знаешь я всю жизнь работала ну не всю жизнь со студенческих лет прям с первого курса я помню пошла на работу и всегда совмещала учебу с работой и работа сменила множество профессий так и работала в долгое время на госслужбе а также у меня свое дело в общем сейчас пока полностью мое время посвящено миросе но я человек очень активно и понятно что в скором времени конечно я планирую заняться работой так оля спрашивает века привет спасибо за видео приятности приятности и вопрос так как у меня тоже ребенок было бы интересно посмотреть про то как ты ухаживаешь за ребенком где покупаешь одежду и какие магазины детские тебе больше нравятся на самом деле очень много вопросов как вы видите посвящено детишкам так по поводу как так и заранее все самое на малышей даже лучше мне кажется и совершенно не обидно когда малыш быстро вырастает из таких вещей но они все очень яркие классные стильные так малышам очень идут как мне кажется и материал там хороший хлопок в основном ну конечно надо смотреть везде разные бывает но если вы хотите покупать из натуральных материалов там найдете Виктория спрашивает Викуль мне было бы очень интересно посмотреть видео в котором бы ты поделилась своими воспоминаниями о своей свадьбе про подготовку свадебное платье про то как вы познакомились с мужем так как познакомились с мужем я уже сказала в общих чертах а вот по поводу свадьбы скажу что у меня была не стандартная ситуация всю свадьбу планировал муж я вообще не знала о том что будет на свадьбе какие там будут шоу вообще как там все будет оформлено я ничего не знала это все было для меня сюрпризом и мне кажется безумно понравилось это было все интереснее вдвойне конечно я единственное что конечно подготовила свадебное платье я там занималась прической вот этими моментами конечно я занималась наверное вставлю вам пару фотографий как все было на свадьбе оформлено если найду ну конечно найду так дальше анастасия спрашивает красти ли вы волосы если да можете сказать какой оттенок этот вопрос я уже отвечала на него даже в видео и все равно как то девчонки интересуются нет нет я не крашу волосы так что не могу посоветовать вам какой оттенок так следующий вопрос добрая и отзывчивая ну так спасибо наташа вик расскажи о себе о своей жизни где училась чем увлекалась интересная биография еще скажи пожалуйста что делать девочкам которые приехали сюда в питер и у них никого нет чем увлечься как завести знакомство про биографию ну что то вы уже знаете есть в первом видео о себе а вот по поводу девочек и вообще молодых людей которые приезжают в петербург я считаю что тут настолько велики возможности что даже не нужно тратить время на обдумывание того как завести эти знакомства то есть надо сразу действовать можно пойти на одни курсы на вторые на третьи на четвертые и там вы будете приобретать какой-то круг общения общаться с этими людьми потом они будут знакомить вас со своими знакомыми тут при желании совершенно не сложно расширять свой круг общения и развивать себя поэтому удачи главное не тратить время на интернет большое понятное дело на социальные сети я имею ввиду на вот это все на просмотр телевизора ни в коем случае не тратить время тем более сейчас весна пожалуйста столько всего можно делать здесь дело даже не в каких-то материальных вопросах все это абсолютно можно делать нигде там и не платив в общем столько всего сейчас следующий вопрос от Ждановой Нади Надюша привет тебе большое спасибо за твои всегда теплые комментарии а так пишет мне Надя скажи следишь ли за тем во сколько ложишься спать есть ли режим высыпаешься мне очень нужна помощь никак не могу лечь пораньше спать а у меня экзамен на носу практика одиннадцатый класс во-первых Надюша извини пожалуйста сразу потому что видно что вопрос у меня опубликован два месяца назад соответственно я думаю ты уже сдала свой экзамен надеюсь на отлично так а по поводу режима конечно у меня сейчас есть режим потому что я полностью подстроена под миросю если она ложится спать в десять я тоже ложусь спать в десять если она стоит в семь я тоже стою в семь нет никаких выходных то есть это изо дня в день происходит а если у вас нет детей и вы хотите как-то подкорректировать свой график я считаю что это все возможно здесь главное также сила воли как и в питании потому что мы все прекрасно знаем что утром нужно есть углеводы например днем что-то белковое какие-то овощи на гарнир вечером что-то полегче мы прекрасно с вами знаем что чем нужно перекусывать да мы все это знаем все это уже сто пятьдесят раз везде сказано но здесь дело именно в нашей силе воли в силе духа и также я считаю с режимом можно все это подкорректировать именно если захотеть если постараться если есть какой-то стимул если серьезно к этому подойти следующий вопрос Вика очень большой позитив от тебя исходит ты всегда такая или бывает и другое настроение да и про послеродовую депрессию прокомментируй пожалуйста знаете мне кто-то в контакте написал комментарий такой ой не в контакте в инстаграме это не имеет значения в общем мне написали что Вика ты такая вот позитивная жизнерадостная это все потому что ты счастливая и я считаю да так и есть то есть я действительно счастлива и это у меня такой позитив не наигранный нет такого что у меня все плохо но я стараюсь как-то знаете улыбку на лице поддерживать потому что знаю что например унылые люди никому не нравятся ноющие нет это действительно у меня изнутри потому что я счастлива так и про послеродовую депрессию прокомментирую у меня не было никакой послеродовой депрессии я считаю что все в наших руках у меня достаточно большой круг общения и после того как в Миросе родилась я также встречалась с подругами также общалась а также даже на ютубе переписывалась с девочками и всегда я была в общем занята общением занята какими-то планами в общем не было такого что я не было такого что я знаете сидела не знала чем мне заняться переживала накручивала себя я наоборот старалась как-то лишь бы успеть лишь бы успеть скажи а правда ли что бывает послеродовая депрессия смотря на тебя кажется что совсем наоборот ты стала еще красивой жизнерадостей ну да мне тоже кажется что я изменилась даже в положительную сторону потому что у меня сейчас есть доченька и это настоящее счастье и несмотря на все трудности я готова вообще тратить все свое время на нее как вы видите я даже записываю видео там дай бог одно в две недели вот она сейчас спит я даже вот скучаю она сейчас проснется я щечки зацелую прямо вот щечки Миросина это моя слабость так очень люблю твои видео у меня вопрос когда ты поняла что хочешь ребенка как развивались твои мысли ой какой сложный вопрос не было такого я хочу ребенка нет поэтому как то так ну знаете все в жизни происходило последовательно то есть я получила образование я работала вышла замуж ну и следующий этап понятно что через какое то время у кого то длительное время у кого то более короткое появляется ребенок и это нормально в нашей жизни вот как то так все было девочки спасибо большое за ваши вопросы на самом деле мне безумно приятно записывать такие видео наверное я сама получила очень много приятных впечатлений от записи такого видео поэтому буду иногда записывать именно ответы на ваши вопросы потому что я сейчас поняла что это наверное мой самый любимый формат да надеюсь вам тоже понравится и скоро с вами увидимся всем пока пока